Регистрировать это отдельный процесс, ему занимается Государственный департамент интеллектуальной собственности. Продукт с присвоенными номерами и мы сами размещаем на том же iTunes, Google и Google. Да, организация коллективного управления занимается только мониторингом и сбором. Живьем, не важно не живьем, должны отчислять какие-то деньги, правильно? От этой суммы будет начисляться процент. Да. Соответственно, я могу сумму занизить. Это рекорд лейбл нанимал автора с классной песней, с классной музыкой на классного исполнителя. Где-то 2-3 тысячи гривен, ну минимум, что если бармен прокручивает музыку. Раньше все было проще, было количество пластинок, эти пластинки вставлялись в автомат музыкальный. Всем привет, это проект Zoom и с вами, как обычно, Евгений Келенко и наш сегодняшний гость Денис Васильев. Перед тем, как начать нашу беседу, я хотел бы поблагодарить прекрасное заведение в Запорожье, Сан-Сити, за то, что они предоставили нам это помещение для съемок. Ресторанный комплекс Сан-Сити, пожалуйста, всем рад. Итак, Денис Васильев, приветствую. Здравствуйте. А даже не зная, как представить? Можно представить просто основатель барабан за мюзик, то есть такой проект, который сочетает в себе все, что я хотел в своей жизни организовать для себя, связанное с музыкой и моим увлечением барабаном. А помимо увлечения барабанами барабанца, я знаю, что есть какое-то отношение к авторскому праву в Украине, в частности в Запорожье области. Естественно, потому что я являюсь как автор музыкальных произведений. Для меня возникло в определенном этапе авторства возник вопрос, а как же мой продукт авторский защищается в Украине, как можно получать деньги, потому что это средство для существования для большинства музыкальных композиторов не только в стране, но и в мире. И я обратился вначале просто за помощью и советами к нашему государственной организации, Украинские агентства за авторских тасумижных прав. А в дальнейшем это переросло в наше сотрудничество и стало тем, что в определенное время я представляю интересы этой организации на территории Запорожья. Я имею небольшое отношение к музыке. Есть такой в Запорожье проект «Музыка без купюр», в котором мы пытаемся представлять музыкантов молодых, немолодых, известных, не очень известных. И в принципе тоже есть еще несколько команд, которыми я занимаюсь. Мне, как человеку, который имеет отношение к музыке, всегда было интересно. Записали песню, сделали клип, выложили, потратили свои деньги. Если команда не выступает, не гастролирует, не продает музыку, как она может получать деньги? Ну здесь довольно-таки сразу комплексный вопрос. Во-первых, на первый план должен выходить автор музыки, автор текста. То есть если у вас это один или два человека, это один разговор. Если это целая вы как команда, это второй вопрос. Если вы берете, нанимаете автора и композитора, аранжировщика, рекорд студию, а сами являетесь только исполнителями, это третий вопрос. Поэтому в каждом случае авторское агентство подходит индивидуально. Но работает в основном, конечно, с авторами, те, кто создают и генерирует этот контент. Вот, к примеру, возьмем, например, группа «Б» назовем ее, от слова «барабан». Придумала какой-то барабанный бит. И есть конкретный человек или несколько человек, которые сидели в студии во время репетиции, создавали этот ритм, записали этот ритм, создали, записали его нотами или какими-нибудь знаками, записали в студии, сделали трек. И вот после того, как появился трек, у нас появляются вот уже авторские права. И вот эти права можно зарегистрировать. Это отдельный процесс, ему занимается Государственный департамент интеллектуальной собственности. И уже вот эти права передать на управление в так называемую организацию коллективного управления авторскими правами. А что это дает? Вот именно вот эта организация и занимается мониторингом и сбором денег, и так называемого роялти, вот этого сладкого слова роялти, в пользу автора этого музыкального произведения, ну, скажем так, авторского произведения. И музыкант, который не гастролирует, а в данном случае это автор какого-то, ну, автор, то есть он не исполнитель, вот, он, сидя дома, продолжая работать над другими... Сидя дома, это сладко сказано, да? Продолжая работать над новыми музыкальными произведениями, он получает роти. Его песня уходит работать за него в жизнь. Она попадает в ротацию. Если попадает в ротацию, музыку могут использовать в рекламе. Для этого нужно, опять же таки, этот продукт свой упаковать правильно и предлагать его к продаже. Для того, чтобы выйти на мировой рынок, этому продукту нужно присвоить определенные координаты. Так называемый IPI номер, номер там для продажи в электронных магазинах, каталогах, это UPS называется, UPS, да, и нужно будет еще присвоить ISRC-код, то есть вот определенная кодировка, но мы живем в цифровой вид. Для того, чтобы среди миллиона произведений, которые есть в свете, именно ваше не запуталось, и денежка пришла к вам с iTunes, со Spotify, вот присваиваются вот эти идентификаторы. После этого эта музыка свободно может продаваться, находиться в ротации, в Google, в YouTube, ну, где угодно, и автор будет, по вот этому коду, денежка будет находить автора по истечении какого-то определенного срока. То есть, если я правильно понимаю, мы создали продукт, ну, назовем так, да, музыкальное произведение, это продукт. Мы его зарегистрировали в государственной агенции, правильно? Ну, сейчас это организация, правильно сказать, в организации коллективного управления. Вот, получили эти кода, и, соответственно, после этого мы получаем денежку. Либо же, как нам дальше поступать. То есть, у нас есть продукт с присвоенными номерами, и мы сами размещаем на том же iTunes, Google. Да, организация коллективного управления занимается только мониторингом и сбором. Промоушеном, пиаром вашего произведения, раскручивания, вы занимаетесь самостоятельно. Так называемый, к примеру, вот хороший вопрос. Вот вы пригласили вас выступать на фестивале. Вы едете на какой-то фестиваль с треком, вас организатор фестиваля отсмотрел, вы прошли кастинг. Вы выступаете, ну, пускай там не в топе, на разогреве. Ну, как обычно, бесплатно. Даже бесплатно вы выступаете. Но ваше произведение, если оно зарегистрировано, оно попадает под категорию публичного выполнения. И вы тогда попадаете в так называемые выплаты механические. На английском mechanicals они называются. И ваша группа получит от организатора фестиваля, который перед организацией фестиваля, запросит у вас обязательно ваш трек-лист. С этого трек-листа с организации фестиваля, с публичного выполнения, он платит государству согласно закону. Вот это royalty выплачивает организации коллективного управления. Ну, это государство, я говорю, организации коллективного управления. Потому что до мая 2018, ну, самой крупной организацией была Державная организация Агентства авторских прав. После изменения закона сейчас это перешло в общественную организацию. И вот эта организация собирает вот это роялти, и вас по возвращению с фестиваля ждут ваши честно заработанные гривны, доллары, то, на что вы подписывались. То есть все зависит от того контекста договора, который вы подписали с организацией коллективного управления, в которую передали свои права. И, собственно, порядочности организаторов фестивалей, ваших клиентов и вашего менеджера, который продвигает ваш музыкальный продукт. А что значит порядочность фестивалей, то есть организаторов фестивалей? Насколько я понимаю, существует закон, и, соответственно, любое мероприятие музыкальное, где выступают живьем, неважно, не живьем, должны отчислять какие-то деньги. Правильно? Да, правильно. А все ли это делают? К сожалению, в нашей стране еще не все. Поэтому мы находимся в такой красной зоне по нарушению авторских прав. Хотя мы стараемся, и команды коллективных, организации коллективного управления стараются вывести бизнес на новый уровень. Всех заставить нельзя. Это созревает сознание, в первую очередь, потребителей этого контента. Отчисления на самом деле небольшие, но они должны быть за рубежом. Эта практика распространена. Там просто больше и жестче контроль осуществляется. В нашей стране контроль не так жестко осуществляется, потому что законодательство было немножко с техническими какими-то ошибками. Сейчас, после подписания нового закона, в мае, который вышел по авторскому праву, многие ошибки учтены. Рынок перестраивается. Но то, что потребители контента должны платить за этот контент, осталось по-прежнему. То есть, если вы организатор публичного фестиваля, даже если вы не получаете деньги, вы все равно являетесь бенефициаром какой-то выгоды. Социальной, политической, ну, разные выгоды бывают. Если вы организатор платного фестиваля, это просто коммерческая выгода. Закон регулирует вот эти ставки, отчисления. Вы смотрите, какой бюджет. Согласно закону, вы платите определенный процент от суммы потраченного бюджета на фестиваль. И вот этот процент распределяется среди музыкальных композиций, которые вы предоставили в отчете, что они прозвучали у вас во время фестиваля. Все довольно-таки легко и просто. С одной стороны, да, все достаточно прозрачно, если вот так послушать со стороны. А с другой стороны, прошу прощения за тавтологию, каков процент этот? Закон регулирует, есть постановление, и в различных случаях, если это коммерческая, то есть там плавающая процентная ставка, в зависимости от размера, то есть бывает от полутора процентов до трех процентов ставки. То есть все смотрится согласно ситуации. Коммерческие заведения платят больше, некоммерческие заведения, ну, некоммерческие проекты платят меньше. Поэтому здесь все очень легко. То есть, если я правильно понимаю, у меня возникло желание организовать какой-то фестиваль. Коммерческий, некоммерческий, неважно. Я в любом случае на него собираю определенную сумму денег. И в зависимости от того, какую сумму денег я покажу в отчете, да, от этой суммы будет начисляться процент. Соответственно, я могу сумму занизить. Можете занизить сумму, то есть, как бы, ну, смотрите, вы работаете с музыкантами. И это говорит о вашей порядочности, как об организаторе. Соответственно, все чудесно знают, сколько стоят, ну, технические райдеры. Сколько стоит прокат оборудования, киловатт его, сколько свет стоит, сколько все это, сцена, монтаж, да. Эти все цифры я не на виду, потому что мы в мире музыки, ну, все практически друг друга знаем. Прокатчиков не так много. Хороших еще меньше. Еще меньше, да. Поэтому суммы приблизительно мы знаем все. И, ну, они отличаются. Там, ну, у кого-то удалось на тысячу сторговаться больше, у кого-то меньше. Вот. Но в среднем процент он один и тот же. К тому же в организациях коллективного управления есть такой авторский совет. В него входят звезды украинской эстрады, авторы, которые вообще непосредственно это знают. И, скажем так, обвести вокруг пальца и сказать, что вот здесь было у меня тысяча расходов, а по факту было, ну, все знают, что такой звук стоит тысяч двадцать хороший, ну, это сложно. Ну, и к тому же, вот, это уровень организатора. То есть он скажет, ребята, я провожу такой фестиваль, в котором все, ну, как бы, все будет по-честному, все по правилам. Вы получите свои, там, деньги по окончании фестиваля в виде технических выплат. Самое смешное, иногда спрашивают, а что, если вот группа получила гонорар, она еще что-то должна получить? К раз следующий мой вопрос был бы. Согласно закону, технические выплаты вообще никто не отменяет. Технические выплаты с публичного выступления. Смотрите, группа получает гонорар за исполнение, за выступление. Но не всегда группа является собственником материала, который они исполняют. Поэтому технические выплаты предназначены для авторов, композиторов, аранжировщиков и студий звукозаписи. Вот для кого технические выплаты. То есть группа, которая гастролирует, она получает свой гонорар за выступление. Она может купить права на песню, еще что-то. Но технические выплаты всегда остаются за авторами. В большинстве случаев авторы и выступающие совпадают. Но и суммы, извините, технические выплаты составляют порядка, ну, может быть, 100 гривен, может быть, и выше. А гонорары групп составляют определенные десятки тысяч, может быть. Может быть, группа 5 тысяч получает, 10 тысяч за выступление. Автор получит гораздо меньше. Поэтому технические выплаты никто не отменяет. Мы размышляли вот у себя в «Барабан за мюзик», как же это складывалось. И пришли к тому, что это наследие Советского Союза. Мы привыкли к тому, что музыка в Советском Союзе была частью пропаганды. И пропаганда вот эта вот, как бы, она насаждалась, поэтому музыка была везде, как бы, и бесплатно. Но она выполняла другую цель. Мы сейчас переходим в более коммерциализированный мир. И авторы, музыканты для того, чтобы создать классную песню, тратят огромные средства, огромные ресурсы, свои жизненные, временные, финансовые ресурсы для того, чтобы что-то создать. И потом по копеечке получают назад. Некоторым удается попасть в хорошую ротацию, выстрелить в хит. Да, они будут получать больше, но это не повод им завидовать. Это повод... Это работа, работа и работа, еще раз, да. Просто американская модель только переходит к нам. Мы можем посмотреть, как в Америке это создавалось. Там была столица авторов, где авторы жили, писали, создавали, и потом эти продукты продавались. Поэтому есть сейчас чудесные рождественские песни в огромном количестве. Причем автор идет отдельно, а исполнитель идет отдельно. Потому что рекорд-лейбл нанимал автора с классной песней, с классной музыкой на классного исполнителя. Поэтому здесь получался поэтому хит. У нас часто бывает, что автор, исполнитель, продюсер, все в одном лице. Это не та модель. Мы сейчас только переживаем эту, проходим эту модель. Хотя, если сравнивать шоу-бизнес, который в Киеве, и который тут у нас в Запорожье, ну, это очень разное. Разное шоу-бизнеса. Да, можно сказать, где-то он есть, а где-то его нет. Но закон об авторских правах, он действует по всему миру. И авторы объединяются в такие организации. То есть организация коллективного управления, это организация, в первую очередь, самих же авторов. Потому что они хотят, чтобы их интеллектуальные права защищались. И такая как гильдия получается. И они нанимают людей, чтобы их правами эффективно управляли и помогали им собирать вот эти деньги через различные источники. Издательство пластинок, издательство записей, цифровые носители, цифровые стриминги, ютубы, выступления других групп на днях города, фестивали, концерты, открытые концерты. То есть их много источников. И вот эти организации коллективного управления работают в Украине, скажем так, довольно-таки эффективно. Ведь заходите вы в магазин и что? Вы слышите музыку приятную, которая помогает вам выбрать покупку. Они пытаются на вас правильную покупку включать. Вот с этой музыки, получается, собирают ройлти. Вы заходите в торговый центр, звучит музыка. Вы заходите в лифт в ожидании, едете, работает музыка. Вот с этих всех в кафе вы заходите, играет музыка, как живая, так и, к примеру, носителя. Вы радио слушаете. Это все источники. Вот с каждого такого источника, ну в среднем, да, радио платит, ну минимум где-то, там, 2-3 тысячи гривен. Ну минимум. А из этих 2-3 тысяч гривен отчислений сколько получает, вернее, не так, автор, не автор, а сколько выплачивается радиостанция, либо телеканалом, за трансляцию клипа, либо трека, за одну композицию? Вот я же и говорю, смотрите, в среднем компания платит где-то, ну минимум 3 тысячи и больше. 2-3 тысячи и больше. Средняя обойма треков на месяц, плейлист радиостанции, где-то 2 тысячи. То есть получается по одной гривне за упоминание песни. Ну может быть даже и меньше. Ну к примеру, то есть как вот там, если там Стинга часто крутят, то ему больше попадается. Если крутят кого-то меньше, получается там 5 копеек. Вот можно перечислить. А вот это все администрация этих 5 копеек. То есть ручейки стекаются в одну организацию на счет автора. Вот эти цифровые номера теперь начинают работать. То есть у автора есть IPI. Это главное то, что у него есть. Идентификатор в мире авторством. Вот за вот этим IPI находят его песни во всем мире, трек-листы. И они все стекаются к нему на счет его. Там 5 копеек, там гривна, там доллар, там еще чего-то. И в результате за месяц может набегать как маленькая сумма, так и немаленькая сумма. Мы, кстати, сейчас находимся в Сан-Сити, как раз в помещении, где у ребят здесь находятся караоке. Караоке – это не просто композиции, скачанные с интернета. Это минусы, которые продаются определенными компаниями. Насколько я понимаю, каждое заведение, имеющее караоке, оно приобретает пакеты. Человек, который приходит попеть в караоке, отдохнуть, когда он поет композицию, за это исполнение что-то получает автор, который написал? Вообще-то должен получать. Помимо того, что компания, ну, к примеру, организация караоке, вот, к примеру, это заведение, покупает сами караоке-минуса продукты, оно еще должно делать отчисления согласно закону, потому что это есть публичное исполнение вот этих всех произведений. То есть заведение платит с каждого такого публичного мероприятия, оно указывает, какие треки прозвучали. То есть оно вначале купило эти треки как механические, на механическом носителе, на флешке или еще чего-то. То есть что включается и показывается на телевизоре, что звучит из колонок. Потом делается отчет в конце месяца, сколько треков, сколько раз прозвучало. И вот с этого оно платит. То есть здесь уже было, если это платное мероприятие, подсчитывается, какой был оборот, и платится процент от этого оборота, от дохода. Согласно закону, то есть смотрим детали, и делается выплата. А компания, которая продает треки, то есть пакетами берет и продает, она тоже какие-то отчисления делает? Нет, если она не делает публичного выконания, если она не делает его. Но она же торгует этими пакетами? Она торгует этими пакетами, но она покупает, она, к примеру, может договориться с автором о том, что я покупаю для сборника караоке, там, такой-то, такой-то, ваш минус. Она может напрямую поработать, должен быть письменный договор с автором. То есть это с автором, это не с автором? Это с автором. С автором, агенция занимается только как бы публичным исполнением. То есть вот когда уже вот этот минус здесь прозвучал в присутствии людей, люди хором спели, им хорошо, весело, автору тоже хорошо он получил одну гривну со всего этого мероприятия. То есть вот так вот оно потихоньку должно работать. Хорошо, здесь вроде бы разобрались, вроде бы все понятно. Это в том случае, если у нас проигрывается композиция уже записанная, там, караоке, не караоке, неважно, радио, телевидение, интернет тот же самый. В случае, если организатор проводит мероприятие, я знаю, просто в Запорожье есть такое мероприятие, называется «Покойка». Да. Приглашается один, несколько музыкантов, которые там на гитаре, на рояле, неважно, на каком-то из музыкальных инструментов музыцируют, и, соответственно, люди, которые присутствуют, поют. Чисто теоретически, за такие вот публичные исполнения чужих композиций, компания, которая проводит организатор, либо заведение, в котором это проводится, тоже должны делать учисления? Да, обязательно. В данном случае есть бенефициар, то есть бенефициаром такого мероприятия может быть, если это организовывает само заведение, то заведение должно выплачивать. Если заведение сдает в аренду какой-то компанией, которая занимается организацией мероприятий, то вот эта компания, которая организовывает мероприятие, она является бенефициаром. И тогда она должна в своем отчете, то есть у нее должен быть договор с организацией коллективного управления, и до начала самого проведения мероприятия она должна, скажем так, сделать, ну, как бы, сделать такой акт подписания этого договора, что, окей, после проведения мероприятия, ну, вернее, мы планируем исполнить вот такие, вот такие, такие-то песни. Это вообще правильно, и их по факту исполнить. Если в ходе мероприятия было какое-то изменение, ну, к примеру, технически не смогли включить вот этот минус, поэтому включили тот, то после проведения мероприятия в акте выполненных работ они должны указать поименно все треки, которые прозвучали. И потом, вот это, для чего этот акт выполненных работ и список трек-листов? Потому что само ройалти, которое было собрано и должно быть перечислено, будет распределяться среди авторов композиций, которые прозвучали. Вот это вот такое. Хорошо, тогда у него возникает следующий дурацкий вопрос. Есть уличные музыканты, которые играют на улице, собирают деньги, шляпы, так называемые. Они должны чисто теоретически какие-то выплаты производить за исполнение? Ну, незнание закона не освобождает от ее ответственности. В некоторых европейских городах уличные музыканты получают лицензии. К примеру, я знаю, к примеру, у нас есть в Запорожье парень, который, он флейтист сам по себе, и вот его личный опыт, он поехал в Польшу, и в Польше ему городская власть выдала специальное разрешение с указанием точного места, где он имеет право стоять и исполнять музыку. То есть, приписали его к месту? Даже вот так. Я считаю это правильно. Они распределяют, в результате нет такого, что стоит 8 музыкантов, и все играют там, что попало, и получается хаос такой вот. Во Львове есть, поэтому даже целое название, вот этих улиц, к примеру, в Старом Месте так и назывались, где стояли лирники, где отдельно кабзари, где, то есть, у каждого цеха была своя улица, где они могли стоять и исполнять музыку. Ну, это в прошлом. А сейчас, конечно, никто стоять над душой уличного музыканта, который вышел собирать копейки, ну, никто стоять над душой не будет. Но, если это уже более организованный формат выступления уличного, ну, к примеру, это ресторан, или кто-то поет, солист поет под синтезатор в кафе или в ресторане, и музыка звучит, это уже однозначно деятельность коммерческая, за которую должны организаторы, скажем так, нести ответственность. Может нести ответственность сам музыкант, он может подойти в организацию, обратиться в организацию коллективного управления, если он исполняет не свои песни, не свои песни. Он говорит, окей, я в течение года работаю вот в этом ресторане, или там стою на вот этой улице, я пою вот эти вот песни, и в среднем мне на шляпу кидают там, ну, не знаю, там 100 гривен в день. Все. Он может сделать так, что ему рассчитают, сколько он должен заплатить, он купил эту лицензию, и может спокойно себе петь вот все, что указал, сколько ему нужно в течение времени. Бывает такое, что организатор заведения может очистить права за музыкантов. То есть он берет на себя ответственность и говорит, окей, ребята, у меня есть договор с таким-то агентством, я купил права на исполнение вот таких-таких-таких-то песен, таких-то группы авторов. Пожалуйста, я вас нанимаю, пойте вот этот репертуар. Ага. Вот таким образом. То есть определенный репертуар? Репертуар. То есть нету такого, что заведение приобрело лицензию и разрешение на то, что у него играют какие-то музыканты, каждый день новый репертуар? Нет, он по концу отчетного периода, обычно это месяц, нужно создавать отчет, какие песни прозвучали, чтобы распределить этот рот. Возвращаясь к уличным музыкантам, если уличный музыкант поет песни собственного произведения, никаких денег тут никто никому не должен, он сам себе зарабатывает. Честно, и вообще прозрачный бизнес-модель. То есть сам автор, сам пою, сам спеваю, сам себе зарубляю. А если он еще и зарегистрирован? А если он зарегистрирован, ничего не получается. Ну как бы, он же сам автор, получается... То есть исчисление он не должен платить? Ну, он же оставляет за собой право исполнения собственных песен. То есть здесь это, ну как бы, здесь нет, он является бенефициаром. Но если он будет петь чужие песни, то по идее, ну по закону он должен делать. Если он получает деньги в форме пожертвований каких-то. Так что вот, ну такая правда. Понятно. Очень много сейчас, не только в Украине, а вообще по миру, ковербантов, так называемых. Которые играют в клубах, в ресторанах, неважно где. Как у них ситуация с исполнением композиции? Все довольно-таки прозрачно прописано. Вы можете купить, опять же таки, лицензию на определенные песни, на определенный материал. Если вы сделали свой кавер, во-первых, вам нужно получить разрешение от автора на переделку, да. Если вы хотите сделать там ремикс или еще чего-то. Если это каверы, вы поете один в один, то вам нужно, скажем так, просто оплачивать роялти на исполнение, за исполнение этого произведения. То есть вы его включаете в отчет и по концу отчетного периода точно так же платите роялти. Либо же обращаетесь и покупаете лицензию сразу на какой-то период вперед, например, на год. Кавербэнд, ну к примеру, вы исполняете репертуар ACDC. Вы исполняете ACDC, вы говорите, мы включили в свой репертуар там 30-40 треков ACDC. Вот такие-то, такие-то, такие-то. Мы поем, в месяц мы приблизительно получаем вот такой-то доход. Если вы не можете его приблизительно составить, вам рассчитает его специалист организации коллективного управления. Мы хотим очистить права, чтобы мы могли исполнять их в любом баре, ресторане, где бы мы не гастролировали. И окей, тогда у группы, у этого кавербэнда есть лицензия, и они могут приезжать. И, честно говоря, любой владелец заведения с радостью должен их брать, потому что группа сняла с него головную боль. Потому что если придет проверка, звучит музыка, лицензионное публичное исполнение, то ребята защищены собственным договором. То есть все очень прозрачно. Если бы они играли эту музыку у него в заведении, не было бы у них лицензии, то наказание, скорее всего, понес бы владелец заведения. Потому что в данном случае он является бенефициаром выгоды коммерческой. То есть он продает еду, сопутствующие какие-то напитки, услуги. А сколько на композицию стоит? Здесь это рассчитывается от дохода. Такой прямой цены нет. Хотя есть сервисы, к примеру, сейчас в интернете есть компании, которые предлагают, грубо говоря, поштучно покупаются. То есть средняя может быть цена от 25 долларов за один трек. Это в случае, если его исполнять на протяжении года. Да, то есть продается так. Вот сейчас очень много цифровых стримингов. Вы кавербенд, вы записали свой кавер, сняли это видео и хотите продавать его, к примеру, на iTunes. То вы можете получить лицензию на, к примеру, 100 цифровых копий. И это будет стоить вам в районе 50 долларов. То есть вы обращаетесь в организацию коллективного управления. Она находит автора. Если у них есть механизм, то они уведомляют автора. Говорят, ваше произведение хочет купить кавербенд. Пожалуйста, назначьте цену. Он назначает цену или агентство говорит, у нас рекомендуемая цена 100 долларов за 100 исполнений или за 100 скачивать. Он говорит, не вопрос, давай там, мне нравятся эти каверы, давайте мы их сделаем по 20 центов. Все, автор распоряжается правами. Он указал, заключили договор. То есть все сейчас решается. Главное, чтобы был инициатор, то есть от кавербендов исходила инициатива. У нас кавербенды, как бы, принято считать, что, блин, ну, тут и так, типа, копейки зарабатываешь, там, нужно еще аппаратуру купить, струны поменять, лампочки, выселители. Куда мне еще авторские платить? Ну, господа, вы же, вы сами же в этом бизнесе находитесь. То есть если у вас не хватило таланта написать собственное произведение, и вы прибегаете к тому, что играете песни чужие, хотите как бы на чужой славе прокатиться, да, то есть вы хотите пойти в ресторан и играть чужие песни, которые все знают, и за это вам будут платить, это одна ситуация. Пожалуйста, поделитесь этим славой и этим успехом с авторами, которые написали успешные композиции. Если вы не хотите платить, пожалуйста, играйте свой музыкальный материал, который вы сами сочинили, написали, аранжировали, все сделали. Посмотрим, насколько вы являетесь успешными музыкантами. То есть все честно должно быть. Ну да, абсолютно честно. Кто-то вложил деньги, записал композицию, она людям понравилась, вы хотите за нее просто так получать. Да, то есть, к примеру, путь музыканта, да, композитора, он, помимо обычной школы, то есть все обычные дети идут в первый класс, и только первый класс. Кто-то идет еще в спортивную школу, а кто-то ходит в музыкальную школу, ненавидит сольфеджио, хор, там еще чего-то, или наоборот. То есть у него уже две школы, то есть он не тратит свое личное время на что-то, а тратит на музыку. После музыкальной школы наканчивает и музыкальную школу, и обычную школу. Потом идет в музучилище, музучилище. Кто-то повезло идет в консерваторию, параллельно еще репетиции, муки с авторством. То есть он тратит вот это ценное время на написание песни. То есть он этот продукт создал, отлично, вот он его отпускает. Кто-то его берет и, окей, давай я его возьму и буду зарабатывать на нем деньги. То есть, ну это не является, то есть честно, то есть Столевар после того, как он выходит на пенсию, ему платят пенсию с завода, да, то есть как дистанционного фонда. Автор живет на иррациональные деньги, то есть сегодня есть заработок, завтра нет заработка. Через пару дней там он заработал очень много, а потом целый год вообще ничего нет. То есть все очень хаотично у автора-композитора, поэтому его жизнь не так сладко, как кажется. То есть и вот эти деньги, это и есть то, ну представьте, если автору каждый месяц на карточку приходит смс-очка, вам зачислена такая-то сумма, у него настроение хорошее, он говорит, давайте я еще напишу вам, и я еще миру подарю песен. Это все нормально, а когда он озлоблен, он слышит свои композиции везде, но смс-ка банковская не приходит, он озлоблен и тем самым мы теряем вот тех людей, которых нам послал Бог, чтобы они скрашивали нашу жизнь музыкой. Ведь вспомните, что вы поете везде, вы приходите в этот мир с музыкой и уходите с музыкой, да, под оркестр, похоронный марш и так далее. То есть все у нас сопровождается с музыкой, мы переживаем все с музыкой, поэтому платить за музыку, это должно быть естественным желанием сдать как дань свою, отдать дань автору. То есть я считаю, что вот это нормальная ситуация, и мы к этому, рано или поздно Украина к этому придет. Я верю, что мы осознанные культурные люди, и большинство бизнесменов и бизнесов переходит на то, чтобы заключить договор и музыку использовать официально. Это нормально. С этим тоже вроде бы разобрались. Остается вопрос у меня относительно заведений, да, то есть любое заведение, в котором как минимум стоит радиоприемничек, и из которого транслируются те же радиостанции, да, насколько я понимаю, тоже должны оплачивать это. Да, значит, ситуация такая, вы являетесь владельцем кафе Б, бар, барабанный бар, да, у вас стоит аудиосистема, вы включили радио. И в этом же заведении, на кухне, повар, который готовит пиццу, у него на печке стоит радио. Вот если повар слушает радио для того, чтобы с радостью делать вам пиццу, здесь не является, это радио, то есть здесь нет никакого коммерческого момента. А вот в зале музыка звучит, которая создает атмосферу, это является публичным исполнением. В данном случае то, что вы настроились на радиоволну, ничто иное, как вы воспользовались сервисом радио, которое создало плейлист, вставило в него свою рекламу, подготовило за вас как бы трек-лист настроения. Ну и вам нравится, ну, к примеру, радио-барабан, там звучит только барабанная музыка, к вам в кафе ходят только, не знаю, любители барабанной музыки. Всё, вот с этих барабанных треков, которые вы прозвучали, вы должны оплатить. То есть это не означает, что пусть радио платит. Нет, радио само собой платит за публичное исполнение, за то, что авторы дают ему возможность привлечь через рекламу дополнительные средства себе на радио. То есть радиостанция – это отдельно, а бар, заведение – это отдельно. Но в таком же случае, если играет радиостанция, да, либо там, неважно, с какого-то стримингового проекта, потоковые радиозаписи, тут же невозможно в конце месяца подготовить список треков, которые прозвучают. Почему? Возможно. Вам нужно обратиться в радиостанцию. Ну, к примеру, в Запорожье у нас такой проект существует с радио «Великий лук». Ну, к примеру, что они предоставляют такой вариант, что если вы крутите это радио, окей, там, за определенную плату, мы вам в конце месяца подготовим отчет тех плейлист, который прозвучал. Если вы крутите постоянно только наше радио. Все, ну, имеется наше, как свое, не брендовое. То есть все, вот вы точно так же можете договориться, купить стриминговый поток. Их сейчас таких сервисов тоже много. Вы можете обратиться в радио, заключить договор с ним. Они, ну, копейки как бы платят, но за них, за вас делают черную работу. То есть из общения с владельцами кафе и ресторанов они говорят, блин, мне, помимо, честно говоря, с персоналом бы, с официантами, барменами разобраться, с поварами, а еще на меня музыку вешать. Я вообще не хочу этим заниматься. То есть у меня нет, и администратор у меня занят. Вот я бы кому-то отдал это. Отлично, нашелся бизнес, который это делает. Вы обращаетесь в эту компанию и говорите, я хочу, чтобы вы мне подбирали музыку. К февралю все, что связано с Днем Валентина. На 8 марта ставим Винника. Там в апреле ставим джаз, потому что Мировой день джаза. В мае-июне ставим туристические песни. Там и посвященный Дню Пионерии, я не знаю, там запрещена Дню Ребенка, там защита детей. Они подготавливают эти трек-листы, это вы им платите деньги. И вот этот отчет вы прикладываете к своему договору, который вы заключили с организацией коллективного управления, где вы покупаете право публичного выполнения этой музыки в вашем заведении. Закупить какую-то лицензию просто на время, на месяц, два, три, год, в котором не прописаны композиции. Потому что сегодня я пришел в таким настроении, я захотел поставить джаз, завтра пришел там... Да не вопрос, вы можете менять это. Отчеты, смотрите. Я имею в виду, если они готовят отчеты, то купить, так скажем, индульгенцию. Это не индульгенция, вы покупаете лицензию. То есть заключается договор, что вы обязуетесь с музыкой, которую вы прокрутили, а организации коллективного управления, неважно, какую музыку вы будете крутить, главное, чтобы это были ее авторы, авторы, которые передали свои права именно этой организации, а не другой. И вот вы крутите вот эту музыку, в конце месяца вы делаете отчет. Я прокрутил вот такой-то трек-лист. Пожалуйста, деньги, которые я... То есть у меня получился доход, ну, к примеру, такой-то-то, я заплатил с этого дохода 2000 гривен. Распределите эти 2000 гривен среди вот этих вот музыкантов. В следующем месяце вы прокрутили другую музыку. Ну, из этого же набора авторов, которые в организации коллективного управления, эти деньги уже... Ну, тут доход был меньше, к примеру. Меньше ходили в кафе, не так успешно. У меня, в конце концов, не ту прикольную музыку я крутил. То есть если у меня крутятся океан Эльзы, мне больше приходит людей. Если я не кручу, я кручу видника, ко мне приходит еще больше людей. То есть все, музыка решает. Она может создать настроение. Вы можете в джазовом кафе ставить, начинать ставить какую-то попсу, из этого джазового кафе все уйдут. А можно поставить наоборот уникальную какую-то прикольную джазовую музыку, на которую будут приходить и говорить, пошли попьем кофе там. Мне так нравится. Там ставят, там, колл-трейн. Его нигде не ставят у нас в кафе. Я хочу пить кофе под колл-трейн. Все, и вот вы уже на коне. Музыкой можно управлять и создавать эмоциональное настроение. Согласно нового закона, вот это важная фишка, что организация коллективного управления до мая прошлого года могла собирать роялти в пользу авторов, которые не являются подписчиками в этом АКУ. Согласно нового закона, организация коллективного управления может собирать деньги только со своих авторов, которые заключили договор с этим агентством. За чужих авторов они собирать деньги не могут. То есть, если у вас в заведении, но вы хотите одновременно прокрутить из двух разных агентств авторов, ну, к примеру, там, Петра В. и там, Василия П. А они в разных организациях, то вам нужно будет заключить два разных договора и выплатить часть этому, часть этому. Если вы одному из них не выплатите, и вас мониторинговая служба поймает на этом, вы будете платить штраф. То есть, все очень просто. За рубежом, поэтому эти вопросы очень отслеживаются, и никогда, к примеру, на одном телевизионном канале, которого есть договор с авторским агентством, например, BMI, вы не услышите композиции из другого авторского агентства. Поэтому авторы, к примеру, авторское агентство Майкла Джексона могло продавливать его выступления на MTV, потому что у MTV был договор с этим авторским агентством. И авторское агентство нажало на руководство канала MTV, потому что тогда они не хотели включать Чернокожего в свой плейлист. Они сказали, мы заберем, мы разорвем с вами договор, вы не будете вправе крутить наших авторов. Для MTV это было просто нет. Они сказали, окей, мы включим. То есть, вот как влияет организация и коллективное управление. Это очень серьезный инструмент. То есть, это важно. Хорошо, чтобы закрыть вопрос относительно заведений коммерческих, у меня есть определенный ряд знакомых, которые работают в сети Хорики. Да. Придя на работу, в частности, те же бармены, зачастую не отвечают за то, что звучит в заведении, так как они постоянно находятся в зале. Есть компьютер в большинстве заведений, где-то есть просто смартфоны, которые подключены к колонкам, которые вещают. Сегодня у того же бармена одно настроение, он пришел там, включил музыку со своего плейлиста, который записан там на телефоне, к примеру. Завтра другое настроение, он включил музыку с плейлиста, не знаю, того же запрещенного ВКонтакте, которым и так все пользуются. Как в данной ситуации быть? Владелец заведения должен просто простроить эти отношения. Не по рукам бить? Нет, не по рукам бить. У бармена есть, скажем так, должностная инструкция. Если ты владелец бизнеса, и ты заключил договор с этим авторским агентством, бармен не имеет права крутить эту музыку. Либо он прописывает в договоре найма бармена, что если бармен прокручивает музыку, запрещенную хозяином, и его ловят на этом, то бармен будет возмещать владельцу бизнеса ущербы, которые он понесет в результате судебных исков от авторских агентств. А там суммы 30 тысяч и выше. Пожалуйста, все, бармен урегулирован моментально. Вот это время вседозволенности пришло к нам как наследие Советского Союза, где всем все возможно, все мое и все родное. И все бесплатно. За рубежом такого нет. Да, если это бармен моет посуду после закрытия заведения, пожалуйста, крути что хочешь. До открытия заведения протирай бокалы и слушай, что ты хочешь. В наушниках ты можешь делать коктейль и слушать, что хочешь. Но для заведения публичное исполнение это уже в законе прописанный термин конкретный. И владелец этого заведения должен четко понимать, он несет ответственность. То есть плейлист заставляется заранее. Он утверждается. Все. И вы крутите. Пожалуйста, вам нужно несколько настроений. Создайте несколько этих плейлистов. Никто не запрещает. Вы можете обратиться в организацию коллективного управления с просьбой. Помогите нам создать несколько плейлистов под разные настроения. И они с радостью вам помогут. Окей, вот вам Christmas песни, вот вам то, то, то. Пожалуйста, вот наши авторы, покупайте их. Авторы могут сами предлагать. То есть они объединяются и предлагают эти сервисы. Все легко. Пожалуйста, делайте это. И отчеты они сформируют. И бармен не должен отвечать. Ну как, не то, что не должен. Ему можно должностную инструкцию вменить это. Но это должно быть правильно сделано. Но он должен понимать, что за все это унесет свою ответственность. Да, если это прописано в договоре. Но если придет мониторинговая служба и купит кофе, проведет видеофиксацию, аудиофиксацию, снимет колонки, снимет улыбающегося бармена того же, а потом через месяц придет иск судебный, то бармен будет очень широко улыбаться, я думаю, и, ну, он будет говорить, а что я? Владелец заведения. Потому что сумма иска будет, по вере, очень-очень большая. А владелец, соответственно, будет уже пытаться взыскать сбор. То есть давайте эти вопросы урегулировать до. То есть не путать личное с общественным, то есть публичным. То есть, пожалуйста, слушай музыку до, какую хочешь, никто тебе не мешает. В цеху, в рабочем, где вы там готовите пищу, вы тоже можете для создания атмосферы ставить свою музыку. Но за публичном зале, где вы получаете дивиденды, где бизнес, собственно, ведется, там должно быть все официально. Понятно. Еще такой вопрос. Забыл его сразу задать. В случае проведения какого-либо мероприятия общественного, то есть какого-то концерта, то у меня есть желание провести концерт, у меня есть договоренности с многими исполнителями украинскими, которые готовы приехать для выступления бесплатно, отыграть бесплатно. У меня есть свой звук, свой свет, сцена. То есть я все это закрываю абсолютно сам, никого не нанимаю, ни за что не плачу. Город мне говорит, вот, пожалуйста, электричество, проведи мероприятие. В данном случае каковы отчисления должен проводить я согласно авторских правилам. Тебе нужно создать, согласовать трек-лист, который будут исполнять приглашенные твои звезды. Ну, они свои композиции исполняют в данном случае, но бесплатно. Чтобы они понимали, что они являются авторами и текста, и музыки, тогда они должны дать тебе письменное подтверждение, то есть на бумаге, что я автор такой, это автор текста, я автор музыки, композитор такого-то, передаю права на время проведения фестиваля такого-то, дата такая-то, место такое-то, передаю, например, Евгению, организатору такого-то мероприятия. Все. То есть у тебя есть документированное подтверждение, что если придет фотофиксация, ну, фото-мониторинговая служба от организации коллективного управления, спросит, где ваша лицензия? Потому что авторы передали нам эту музыку для охранения ее, для работы, для мониторинга. И вы говорите, вот у меня письменное разрешение от музыкантов, то есть не исполнителей просто, а авторов. Все. Никаких проблем не будет. Хорошо. В случае, если проводится видеофиксация данного мероприятия концертного, в дальнейшем она используется, ну, там, не знаю, в Ютубе, например, либо передается какому-то телеканалу для трансляции. Это уже отдельный договор. Это отдельный договор, опять-таки, с теми же исполнителями, если они являются авторами. Это другой канал публичного выконания. То есть, если это Ютуб, это видеостриминг. То есть, на видеостриминг совершенно все по-другому. Во-первых, сейчас работает уникальный сервис, называется, Ютуб Айди, как вы знаете, контент Айди, который берет... Вот как раз на прошлой неделе я разбирался с этим уникальным сервисом. Вот как раз, если вы прошли, как автор, полный путь, ну, к примеру, вот у нас в Барабан За Мьюзик, что мы делаем? Мы помогаем в такой момент как раз проходить автору. То есть, он создает продукт. Этому продукту присваивается номер, и мы дальше вот этот продукт переводим в Ютуб контент Айди, чтобы его могли идентифицировать сервисы. Создается так называемый отпечаток музыкальный, по которому можно сделать вот этот шизам, там, еще чего-то. И автор тогда будет находиться моментально. И вот здесь, когда если вы сняли концерт, вы его выкладываете, даже на телефон просто кто-то из поклонников снял, выложил у себя на страничке в Ютубе, на канале, то вот с этого видео автор будет получать деньги, выплаты. А в случае, если у меня есть разрешение автора на трансляцию и публичное исполнение данного продукта, который мы записали у себя на канале. Но Ютуб мне говорит согласно этому же идее, что ай-яй-яй, монетизация запрещена, либо же она будет идти в пользу автора. Но у меня есть разрешение на трансляцию. Здесь нужно общаться с администраторами, ну с администрацией Ютуба и разбирать этот вопрос, потому что на что давал автор разрешение? Автор давал разрешение только на разовое или на повторное, или на использование, или был создан вообще продукт под Ютуб. То есть вот эти все виды лицензии, соответственно, нужно использовать. То есть если музыка была, ну, к примеру, ты записывал группу, да, выступление какой-то группы, она играла, главное, чтобы она играла свой материал, если она свой материал использовала, то вот с этой группой и как бы вы разбираетесь втроем. Эта группа, ты и администрация Ютуба. Причуть того, что русскоговорящих украиноговорящих Ютубовцев вообще не существует, русскоговорящих сколько там, 2-3 человека? Процесс достаточно длительный. Длительный, да, но нужно использовать английский язык. То есть вот мы используем зарубежные, как ни странно, сервисы. У нас, ну, наши партнеры барабан за мюзик, в Украине нету авторизированного партнера такого сильного, мощного по Ютубу. За рубежом эти партнеры есть. Есть как хорошие, так и, ну, проблемные какие-то нюансы с этим контент-айди, но в большинстве случаев это нормальный сервис и бывает такое, что для того, чтобы авторизировать вашу песню, партнер контент-айди размещает еще у себя и дальше отслеживает. Но эти вопросы потом урегулируются, к вам на канал приходит письмо, что, окей, мы наш, автор же свою же песню, там, как он дома сочинял ее вместе с котиком, собачкой наигрывал, вот он это выложил, как он сочинил ее. Ютуб отследил и говорит, у вас, автору пишет, у вас используется защищенный материал. вы пишете, окей, я знаю, что это мой материал, я передал его на защиту в такую-то, такую-то партнерскую компанию, поэтому они являются, то есть у меня есть разрешение и прикрепляете скан PDF этого договора. Все, и тогда служба мониторинга контент-айди успокаивается и вы, собственно, деньги, если вы монетизируете этот канал, продолжайте спокойно монетизировать, либо вам не начисляется вот этот штрафной балл от, как они это делают, при определении достойны вы монетизации или недостойны. Но это цифровой век. Раньше все было проще, было количество пластинок, эти пластинки вставлялись в автомат музыкальный, из-за прослушивания каждого трека, к сожалению, у нас не было такого, ты должен был бросить 25 центов и тогда прозвучала вот эта пластинка, то есть она падает, ставится и крутится, то есть вот эти музыкальные автоматы, легендарные синглы, откуда пошли. Вот. У нас такого не было в стране, к сожалению, таких музыкальных аппаратов. И мы живем по-другому, вот сейчас, я же говорю, используется вот этот Shazam, цифровой фингерпринт, вот так музыка отслеживается. Других вариантов. Насколько я знаю, сейчас в Украине не повсеместно, конечно, но все-таки существуют музыкальные автоматы, там за гривену, за 2, за 5 гривен можно выбрать какую-то композицию, она будет проигрываться. На пластинках? Нет, не на пластинках, я говорю, цифровой, да, в цифровой век, цифровых технологиях. Ну да, сейчас в цифровой век уже это возможно, то есть как бы можно подойти даже со своей флешечкой из Сирии. Но опять же таки, вот хороший пример, локальный, для Запорожья, мы сейчас обсудим, у нас есть центральный парк культуры и отдыха. Наверное. Называется Дубовый гай. И вот там проходит к примеру мероприятие. То есть в задачах функции этого парка организовывать досуг для горожан. То есть это его, то для чего он создавался. И в прошлом, когда руководство общалось, говорят, ну я же создаю для них типа вот дискотеку, то есть я на своих колонках прокручу музыку, чтобы им было приятно гулять в парке. Почему мы должны платить свое, там, ройалти с этого? Вы используете чужой продукт. Пожалуйста, организуйте мероприятие, где эти же горожане приходят со своими гитарами и играют свои авторские песни. Все, никаких проблем. Вы не нарушаете закон. Но если вы этим горожанам пытаетесь устроить как бы для них досуг, используя авторский материал чужой, за это нужно оплачивать. То есть автор специально и писал песни, чтобы организовывать досуг. Все очень легко. То есть просто нужно чуть-чуть механики и вот нашей ленности. Проблема ленности и немножко такого вот вот нашего, мы не хотим платить, не хотим, вот какая-то вот я зажму здесь. На самом деле, там не такие большие деньги, там, для таких мероприятий, там, вот 500 гривен, там, ну это немного, на самом деле, но в результате у тебя есть чистое мероприятие, о котором ты можешь везде говорить, можешь его откровенно постить, не бояться, не скрываться, что ай-яй-яй, подойдет там полиция и мониторинговая служба и будет требовать договор. Вот. У тебя все честно, готовься. И вот еще такой момент конкурса. У нас часто проводятся детские конкурсы и детские фестивали. И когда мы обращаемся к организаторам, они говорят, ну это же дети, как мы должны платить? Я говорю, посмотрите на свой организационный меморандум. Вы берете за участие в этом конкурсе с детей, там, по 500, по 1000 гривен. Говорю, вы говорите, что это детское мероприятие, типа бесплатный. Концерт же бесплатный. Я говорю, ну вы вообще-то с участников берете такие орг-взносы, не маленькие. Они исполняют чужие песни, они приходят там с флешками, там, со своими минусами, танцуют под композиции, не написанные для них. Вот. И как вы хотите, чтобы это было как-то вот просто так? И вот работа идет, люди начали наконец-то это понимать. То есть, когда вы создаете ну как бы концерт или фестиваль какой-то или конкурс, то заранее все конкурсанты должны прислать все ваши минуса и что вот такой-то автор текста, автор композиции, автор мелодии, аранжировщик, обязательно это указать. И запасной, если, к примеру, в несколько композиций участвуют, то есть должны все указаться композиции. и вначале устанавливается вот этот договор, а потом по прохождению этого конкурса уточняется, какие в итоге в общем, в итоговом концерте галеки, да, там прозвучали композиции. То есть, вот так это работает. Или танцы. Это же дети танцуют. А ничего, что дети танцуют под Абу, там Шизгаре, там еще чего-то. То есть, да, классные мелодии, танцевальные, бальные композиции. Нет никаких претензий, но вы используете чужой музыкальный материал публичный. Да, танцуют дети, но кто-то же должен это оплачивать. Либо организатор этого танцевального заведения или клуба, который ставит танцы, пожалуйста, закажи автору музыку под свою композицию. танцевальную тогда проблем не будет у тебя. Ты никому не должен платить. Но вот наш закон, он толкает потребителей контента на сотрудничество с авторами. То есть, пожалуйста, обратитесь к автору. Пусть он напишет для вас там гимн города или там гимн фестиваля, музыку для красной дорожки открытия фестиваля, мелодию для танцевальной композиции. Это тоже важно. То есть, пускай дети танцуют под уникальную. Вы сотрудничаете с автором, заключили договор, заплатили ему деньги, честные, сразу автор получил, он счастлив, он вам передал на управление, ну или там подарил, продал музыкальную композицию, с которой вы танцуете. Все, вы правообладатель. И на каждый фестиваль, где вы ездите, вы показываете. все честно у меня. И нету никаких головняков, никто не пристает. Просто этой культуре авторского права нужно немножко учиться. и я так понимаю, что время вот этого мягкого перехода, оно заканчивается. То есть, наши зарубежные организации и коллективное управление все жестче и жестче через правительство пытаются продавливать более строгое отношение и наказание явных нарушителей авторского права. То есть, вот этих вот пиратов. То есть, это в чистом виде такое вот пиратство. Поэтому я только за то, чтобы, если вы не знаете, обратитесь, поможем, расскажем. Вот такая твоя передача. Это большое тебе спасибо, что ты затронул эту тему. Вот она очень важна. Я думаю, что посмотрев это видео, многие найдут ответы на вопросы, которые они боялись задать. Вот. Не бойтесь, мы никого, мы не страшимся. Вы можете обращаться через интернет в организацию коллективного управления. Можете обращаться ко мне вот в комментариях к этому видео. Я постараюсь, как могу дать какой-то ответ, рекомендацию, то есть, без каких-то штрафных санкций. Наоборот, прояснение и выход на легализацию, это естественный, нормальный путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...